как быть ситуации когда близкий человек манипулирует тобой угрожает лет лишить тебя же себя жизни я хочу вам сказать что случае если человек манипулирует и хочет лишить себя жизни это говорит о том что этот человек имеет психическое расстройство раз и второе у этого человека нервное истощение 2 мой совет случае если человек ведет себя неадекватно то и не хочет обращаться к врачу то послушайте мой совет такой фармакологический давайте этому человеку магний давайте ему по 200 или даже по 400 миллиграммов магния два раза в день начните ему давать витамин b6 тоже хотя бы по от 40 до 100 миллиграммов два раза в день давайте ему какое-нибудь успокоительное можно на растениях там допустим медицинский препарат адаптол можете давать по две таблетки три раза в день обязательно проверьте ему щитовидную железу и обязательно добавляйте ему в компотик йод так чтобы не отравился можно даже пищевой также делайте салат с добавлением как приготовить допустим йод можете варить суп допустим когда он там суп сварился добавьте туда 30-40 капель с морепродуктами лучше потому что морепродукты лучше усваивают йод давайте этому человеку молоко свежее потому что в свежем молоке находится большое количество йода и железо пусть пьет свежее молоко желательно теплое но если есть такая возможность знаете в киргизии по моему есть такие в казахстане есть такие места где можно попить кумыс я знаю случаи когда кумысом помогали человеку избавиться от психических заболеваний почему большое количество йода в кумысе именно поэтому употребление йод содержащих продуктов питания могут помочь человеку также витамин d3 находится и d витамин находится в молоке свежим но если свежего нет то тогда придется покупать йод содержащие бады и бады с высоким содержанием витамина d3 начните это давать тогда этот человек не уже не захочет себя убивать что необходимо сделать уберите дайте возможность человеку высыпаться второе не используйте громкие звуки допоздна третье постарайтесь сделать так чтобы не было у него телефона в тот момент когда он засыпает четвертое отключите на время в своей квартире вайфай пусть вайфая на время в вашей квартире не будет пусть человек успокоится возможно он уже находится в том возрасте когда его социальная позиция и бессилие социальная разочаровывает а ему ему хочется что-либо изменить и он считает что информация которую он получает через интернет может помочь ему что-либо изменить в этом мире наивно при этом полагая что его слова и его желание что-то изменить может как-то изменить в этом мире хоть что-то но тем не менее не будем забирать у него вот такую его индивидуальную правду но будем сохранять его психику от вот такого тлетворного влияния информационного системного влияния информационного поля поэтому просто отключите вайфай вообще хочу вам сказать что субботу воскресенье нужно посвящать своим детям вообще выключайте воскресенье вайфай пусть больше внимания будет посвящено вам держитесь за ручки разговаривать о чем-то знаете это очень хороший такой вот метод заставить всю семью быть друг с другом выключить в субботу воскресенье вайфай